Здравствуйте дорогие друзья, вам на канале Двойная Порция. Многие из вас пишут, что мы используем химию, загрязняем планету, портим канализацию и питьевую воду. Сегодня мы с вами попробуем абсолютно безопасное чистящее средство на основе пара с использованием парогенератора. Погнали! И сегодня у нас на обзоре вот такой вот старенький парогенератор без селл. Это никакая не реклама, взяли моего друзей только ради того, чтобы попробовать, как он действует и чистит ли он на самом деле. Вот такая вот штучка где-то на пол литра воды. Здесь открывается, вот так вот откручивается. И первым делом мы с вами наберем обычной фильтрованной воды в наш парогенератор. И закрываем его вот такой вот клапанной крышкой. При полном нагреве вот этот красный стерженек вылезет наружу и крышку открыть будет невозможно. Это сделано для того, чтобы вы не дай бог не открыли его и не обожглись горячим паром. Нажимаете сюда и опускаете вниз. Так получается идет выход пара из этого сопла. Можно пользоваться как целиком аппаратом, вот прям вот так, то есть отсюда будет идти пар. Так и использовать различные насадки. Допустим удлинитель. То есть вы можете вставить и удлинить ваш парогенератор на целых полметра. Вы можете одеть другую насадку. Допустим щетку. Щетки все довольно-таки жесткие, посмотрите. Очищают они, я думаю, хорошо. Каждая щетка имеет разный цвет, дабы не запутаться, но одинаковую жесткость. То есть все они в принципе абсолютно одинаковые. Также есть вот такая вот насадка в виде галочки, грубо говоря, для прочистки каких-то может быть труднодоступных мест. Либо чтобы вам было более удобно. И четвертая насадка это пароочиститель для стекол. Допустим для окон, для каких-то еще поверхностей. Я думаю, можно намотать на него какую-то тряпочку и чистить просто даже столешницу. Вот отсюда выходит пар из четырех сопов. И вот этой вот резиновой насадочкой все в принципе собирается. И допустим подсоединить вот это все сюда. Да, то есть нам будет вот так вот удобнее что-то собирать. Либо допустим сделать еще более интересную штуку. Отсоединить вот это и присоединить вот сюда. То есть так тоже можно. Многофункциональный прибор, скажем. При включении в розетку на аппарате появляется красный значок. Пока он горит, аппарат находится в нагреве. После того, как он погаснет, им можно пользоваться. Посмотрите, начинается вот такое обильное бурное кипение. Он весь шипит, кипит. Мы когда в первый раз его включили, испугались и выдернули из розетки. Думали, что-то сейчас взорвется. Но ничего, так все должно быть. И давайте начнем наш тест с обычного кухонного крана. То есть вот в этих местах, да, здесь уже остались какие-то темные потемнения. Кран, в принципе, сверху вот здесь, видите, уже тоже в капельках жира. Но, дорогие друзья, индикатор погас. То есть наш аппарат готов к использованию. Давайте посмотрим, как это происходит и как он чистит. Все, нажимаем на синюю кнопку и начинаем чистить. Немножко тряпочкой надо, конечно, поработать, чтобы он заблестел. Все, и без особого труда, то есть паром почистили, получили идеально чистый кран. То есть без каких-то подтеков, ржавчины, грязи и так далее. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где, может, протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенце, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. Так, далее, дорогие друзья, мы с вами попробуем почистить наш чайник. Ну, давление, конечно, падает из-за удлинителя. Нет, с удлинителем, конечно, работать гораздо удобнее. Но количество удаваемого пара, так как это небольшой парогенератор, он не сильно мощный, бесполезно. Давайте попробуем еще раз без удлинителя. Вот, посмотрите, какое давление сразу. Вот это я понимаю. Вот так вот аккуратненько, потихоньку. Вся грязь, которая была на чайнике, скорее всего, должна отмыться. Ну, сейчас мы с вами это и проверим. Ну, дорогие друзья, посмотрите, то есть в каких-то местах, вот допустим, вот здесь, да, он очистился идеально, прям как новый. Все, стекло чистое, абсолютно все красиво. А вот, допустим, вот здесь, посмотрите, налет. Либо я здесь не почистил, либо просто не взяло. Здесь налет, пятна какие-то, все это осталось. Но хочу сказать, что есть экологически чистые и биоразлагаемые средства. В следующих видео мы обязательно о них поговорим и покажем. А сейчас давайте попробуем посмотреть разницу между чисткой химией и чисткой парогенераторов. Для тестов мы сегодня попробуем использовать уникум гризли. Хороший жироудалитель, но довольно-таки дорогой. Мы не будем наливать большое количество средства, да. Мы сделаем все по-простому. Давайте просто вот так вот нанесем на губку немножко пены, вот столько, будет достаточно. Вот так вот разровняем. Не будем заливать весь чайник. Все, да. И вот так вот сверху просто почистим. Недолго. Не буду даже никакой делать монтаж. Все, вот раз, два, три, четыре. Легонько, быстро. Все, почистили. Сразу смываем. Сразу смываем и сразу показываем. Посмотрите. Чистка чайника заняла у нас буквально, ну, 10 секунд. Посмотрите. Просто идеально чистый чайник. Ну, и давайте подведем итоги, дорогие друзья. Чистить парогенератором, конечно, удобно, интересно. Допустим, вот краны пробивать, там какие-то щели. Ну, допустим, очищать жировой слой на чайнике, который стоял рядом с плитой и на него набрызгало пригоревшее масло, либо жир от жарки мяса. Это, конечно, такое себе занятие. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем этого малыша еще более интересно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok